Это, так скажем, самый кардинальный из всех видов решения жилищной проблемы. Здесь представлен макет, так скажем, это символ конкретно. Это символ, так скажем, того, что... Вот я сейчас остановлюсь, еще немножко я не сказал об этом. Значит, в этом году, в августе месяце, мы подавали заявление, точнее, 3 сентября, подавали заявление на проведение голодовки, протеста, который нам было отказано Акиматом Городом. Но мы считаем эти предложения несколько, вернее, эти возражения несколько надуманными, по которым нам отказали. Но вот сам факт отказа такой есть. Мы, как законопослушные граждане, не стали нарушать закон, не стали, так скажем, разбивать эти палатки без разрешения. Но в своем обращении, которое мы вам раздадим сейчас после пресс-конференции, которое мы сейчас отпишем и направим министру обороны, мы предлагаем следующее. Значит, в случае завершения, в случае, вернее, разрешения этой голодовки, нам, если власти нам разрешат, то жилищный вопрос многих участников этой голодовки решится кардинальным способом. То есть место на подсохранение на Бурундайском кладбище города Алматы составляет сумму порядка 100 долларов. Причем в эту сумму входит не один квадратный метр, в который, значит, нас запихивают эти рамки действующего законодательства, а там почти что 4 квадратных метра выделяется. В связи с этим мы просим министра обороны ходатайствовать перед Акиматом по разрешении проведения нам голодовки протеста, публично, естественно, ну и по завершении этой голодовки, значит, обеспечить нам выплату пособия на погребение, то есть своевременную выплату пособия на погребение. В этом случае жилищный вопрос будет разрешен уже кардинальным способом.